2021 год будет посвящен трудовой доблести строителей сурского оборонительного рубежа на территории Чувашии. Об этом еще в День Победы объявил в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Именно в следующем году исполняется 80 лет со дня начала строительства оборонительных сооружений на территории Чувашии. Фекла Ракова, уроженка Мариинско-Пасадского района, попала на строительство укрепительных сооружений в 16 лет. Она была одной из 200 тысяч человек, которые, не жалей себя, возводили защитные линии длиной 380 километров. Большинство из этих людей – женщины и дети. Окопы рыли зимой. В лаптях было очень холодно. Они наполнялись снегом и леденели. Но мы терпели и работали с самого утра до поздней ночи. Ни лопату, ни лом из рук почти не выпускали за все это время. Работать приходилось в крайне тяжелых условиях. Зимой 1941 года столбик термометров опускался ниже минус 40. Мерзлую землю отогревали кострами. Только после этого можно было пользоваться ломами и лопатами. Моей маме было 31, когда она приехала в село Покровское на стройку. Во время работы она очень сильно застудила спину. Из-за этого на ее спине вышло сразу 40 фурункулов. Помню, что она не могла двигаться, но ей никто не верил. Все равно заставляли работать. Помимо земляных работ приходилось много трудиться на лесозаготовке. Блиндажи и огневые точки возводили из дерева. Всего было построено полторы тысячи землянок и около двух с половиной тысяч дотов. В 2010 году у села Покровское был установлен памятник строителям оборонительных рубежей. Но в Мариинско-Посадском районе уверены, этого недостаточно. Есть, конечно же, необходимость установить информационные стенды по всему нашему Мариинско-Посадскому району. Чтобы люди знали, какой подвиг сотворили в 1941 и 1942 годах девушки молоденькие, 17 лет и женщины. Сегодня принято решение установить еще один памятный знак ближе к дороге на видном месте. В данный момент согласовывается проектно-сметная документация. А сам памятник появится к зиме. Александр Соловьев, Алексей Зотиков, Бахтиар Велиев, Республика.